Добрый день дорогие мои друзья! После некоторого перерыва я наконец-то имею возможность свой выходной посвятить нашему с вами увлекательному занятию, то есть продолжение темы обучения раскрою, созданию выкроек, хороших выкроек, точных выкроек, такие которые бы нас с вами радовали в своем результате, по своему результату. Итак, по вашим просьбам я обещала вам рассказать как делаются выкройки, точные выкройки на такое изделие, сложное казалось бы на первый взгляд это корсет. На самом деле ничего сложного в этом тоже нет. В интернете вы можете найти очень много 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 видео на эту тему, но я предлагаю вам как всегда свою версию этой истории. Я постараюсь ее сделать такой как бы универсальной, которая бы подходила абсолютно всем, а не только тонким, звонким, красивым и стройным, но и дамам с пышными так сказать формами тоже. То есть вот это построение, тот способ построения корсета, который я вам сегодня хочу рассказать, он имеет очень-очень широкое применение. Как правило, все эти корсеты связываются с какой-то нарядной одеждой, ну допустим вот такими вот платьями невесты, вечерними платьями, узенькими вверху, широкими внизу или в какой-то другой там интерпретации. А мне хочется более подробно остановиться вот на такой, например, версии корсета. То есть в развитии нашей темы мы можем с вами научиться, допустим, строить женское белье, но не такое женское белье, когда бюстгалтер представляет из себя там два треугольника на веревочках. Чтобы такое белье построить, ну извините, много ума не надо. Или какие-нибудь там корсеты, которые вот сейчас предлагаются у нас в многочисленных мастер-классах, когда продаются чашечки, когда делаются одинаковые у всех заготовки этого корсета, а сзади по нему идет какая-то шнуровочка вот здесь, которая позволяет уже это все увеличить или уменьшить в зависимости от того, какая у вас фигурка, какие у вас объемы. Но я тоже от этой темы отказываюсь. Она хороша, наверное, в своем, в каком-то, в какой-то своей части, потому что можно, например, туда на клей приклеить какие-то бантики, цветочки, рюшечки, оборочки, но мне не хочется повторяться и мне эта тема не очень интересна. Какую я себе задачу ставлю? Как всегда, не самую простую. Я хочу научить вас сделать по вашим размерам, исключительно на вашу фигуру и очень точную выкройку вот таких вот каких-то таких корсетных изделий. Корсетные изделия, это может быть в том числе и наше с вами какое-то корректирующее белье. Когда у нас есть вот здесь вот в этом месте какие-то ненужные уже нам складочки и мы хотим их упрятать подальше и никому не показывать. И мы можем тогда сделать какие-то широкие вот такие вот бретели, например, а сверху вот этого изделия надеть все, что нам угодно. Ну это как вариант. Или на базе вот этого всего делать буквально какие-то, какое-то наше белье хорошее, качественное, поддерживающее белье. Может быть не такое эффектное, как на картинках, но тем не менее оно будет укладывать, укладываться по фигурке, так как нужно корректировать нашу фигурку и прятать под себя все эти наши ненужные нам иногда складочки. Итак, давайте начнем. То есть сфера применения, если я еще дальше что-то вам про это вспомню, я буду вам дальше рассказывать. Итак, сфера применения нам понятна. В базовую конструкцию все начинается, как всегда, с базовой конструкции. Точно так же, чтобы моделировать свое изделие в дальнейшем, мы с вами построим корсет. Базовая конструкция которого выглядит вот так. Не будет никаких бретельчик. Вот эта верхняя часть. Будут два рельефа впереди и точно так же два рельефа сзади. Будет средняя линия сзади по спинке, в которую можно будет оформить застежечку. И, конечно, вы понимаете, что каждый рельефчик в этом корсете оформляется таким изделием, который называется ригелин или китовый уз, как его раньше называли. В припуске вставляется вот этот или настрачивается или вставляется китовый уз или ригелин. Разные у него бывают конструкции. Потом по технологии в конце поговорим, когда уже выкройки эти все сделаем. И вы получаете то, что вы хотите. То есть ваше изделие, оно сидит на фигурке крепко, прочно, надежно и поддерживает все, что нужно поддержать. Итак, вот наши мерки. Я сознательно взяла 50 размер, не самую худенькую девушку. Может быть, в развитии темы мы возьмем какой-нибудь 60 размер, потому что разговаривать мы будем на эту тему не одну нашу встречу, потому что я не хочу все комкать, я не хочу, как всегда, делать это все поверхностно, а хочу рассказать вам о всех мелочах, о всех нюансах и о всех секретиках. Поэтому буду говорить подробно, а если подробно, то это получится не слишком-то быстро. Поэтому приготовьтесь, что тема будет разбита на несколько наших встреч. Итак, мерки. И, может быть, в конце я предложу вам вариант этого корсета на очень такую большую фигурку, скажем, 60 размера. Обычные наши мерочки. Это грудь, талия, бедра, ширина груди первая, вторая, расстояние между центрами, ширина спинки, а вот эта величина, посмотрите, 5b. Что такое 5b? 5b это расстояние будет у нас от талии до низа нашего корсетика, 5 сантиметров. Это будет вот это расстояние. Вот это расстояние 5 сантиметров. 10 по переду. То есть, если вот это принять за линию талии, то 10 сантиметров у нас будет вот здесь. Потому что мне хочется предложить вам такую немножко историческую версию корсета. Она сидит очень хорошо, сразу, безо всяких переделочек. Потому что раньше задача корсетика была утянуть животик, да и сейчас она такой же осталась. Утянуть наш животик. Поэтому от талии вниз мы его делаем подлиннее. И в то же время в нем нужно сидеть. И если вы сделаете корсет еще более длинным и вставите сюда ригелиновые вот эти уплотнители в шовчики, то сесть, извините, вы не сможете. И для этих же целей мы делаем корсетик, не длинный сбоку. Видите, всего 5-6 сантиметров. Тоже для того, чтобы можно было в нем жить, сидеть и спокойно находиться. А по линии сзади, по спинке, корсетик будет просто прямой. Будет 5 сантиметров от талии вниз. И линия низа будет у нас прямая. Вот такая вот у нас история с длиной корсетика. То есть, мы сделаем вот таким. Дальше идут балансовые мерочки. И дополнительные измерения, которые нам нужны для того, чтобы мы выполнили эту нашу задачу. Первым дополнительным измерением будет расстояние от высшей точки плеча, вот отсюда, до начала корсетика. Вот эта мерочка. Она будет называться высота груди первая. Мы ее взяли 19. Я напишу здесь высота груди первая. Это будет начало нашего корсета. Вторая мерочка. Высота груди вторая. Это от этой же точки мы продолжаем свою мерочку вниз. И как только у нас заканчиваются наши грудные железы. Вот, например, здесь они у нас заканчиваются. Это у нас будет мерочка высота груди вторая. То есть, мерочка высота чашечки нашего корсета будут располагаться между вот этими мерочками VG1 и VG2. Это дополнительные измерения. Мы хотим, чтобы наш корсетик над грудью, вот на этом уровне, на уровне высота груди первая, плотно прилегал к фигурке. И поэтому мы берем и аккуратненько измеряем это место на своей фигурке. Я его обозвала SG1 и в нашем случае это 47 см. Затем я хочу, чтобы под грудью мой корсет тоже аккуратненько и плотненько прилегал ко мне. И поэтому я измеряю это расстояние, называя его SG2. SG2 у меня 42 см. Вот такие дополнительные мерочки нам понадобятся для того, чтобы выполнять нашу работу и нашу задачу. Затем мы выбираем прибавки. Вы знаете, что все наши выкройки это сумма мерок плюс прибавок. И получается результат тот, который мы ожидаем увидеть. Итак, прибавочка по груди для корсетного изделия должна быть всегда немножко побольше. Чтобы грудь располагалась в нем очень свободно. Очень печально бывает, когда видишь такую картину, что купили где-то корсетное изделие. То же самое корсет платья на корсете, в основе которого лежит корсет. По груди немножко маловато и все, что маловато, вылезает поверх. Вот сюда. Выглядит очень вульгарно, очень некрасиво и очень неопрятно. Поэтому, чтобы таких картин у нас не получалось, мы должны с вами обязательно прибавочку по груди делать даже немножко больше того, что есть у нас на самом деле. А вот прибавочка по талии, она всегда минусовая. Для чего корсетики мы делаем? Для того, чтобы ярко подчеркнуть нашу талию, для того, чтобы ее уменьшить, для того, чтобы скорректировать нашу фигурку, для того, чтобы показать контраст между грудью талии и бедрами. И поэтому прибавочку по талии всегда делаем меньше. Начиная примерно от минус двух, а если ваши мерочки достаточно большие, то эта величина может доходить до минус пяти, минус шести сантиметров. Не бойтесь этого. На какое-то время в таком корсете можно прожить и чувствовать себя при этом замечательно. Следующая прибавочка, это прибавочка по бедрам. А прибавочка по бедрам тоже делается всегда чуть-чуть побольше, именно для того, чтобы подчеркнуть вот этот контраст, прорисовать и проработать вот эту вот форму от груди до талии, чтобы меньше была талия именно на контрасте. Вот такие наши исходные данные. И вот такой вот конструкции мы хотим сделать в свое изделие. И начинаем мы, конечно, как всегда с того, что мы строим базовую конструкцию. Карандашик, вот, к сожалению, видно, мягко говоря, мне кажется, опять плохо. Очередная новая моя камера. Что делать, как приспособиться, чтобы вам было видно? Честное слово, я даже не знаю уже. Вся-вся-вся в растерянности. Попробую сейчас чертить, может быть, ручкой, для того, чтобы вам было виднее. Но сейчас вот это наша основа. Тут ничего необычного нет. Начинаем мы с того, по построению, я расскажу коротко, как мы строили вот эту нашу основу, как я вам ее построила. Сначала я выбрала ширину сетки нашего изделия. Ширина сетки нашего изделия, давайте мы сюда положим наши мерочки. Так вот, так вот сделаем. И вот так вот, чтобы они вам были видны. Это наши бедра 54 плюс 1 сантиметр. Вот здесь я отложила 55 сантиметров. Затем я отложила 20 сантиметров. Получилась у меня линия талии. Вот это у меня получилась линия талии. Затем от линии талии вверх я отложила мерочку. Длина переда до талии 44 сантиметра. Потом 7, потом 28 высота груди. Получилась линия груди. Построила линию груди. И дальше по тексту не буду вас утомлять. Единственное, что скажу. Когда я рассчитывала сумму выточек, сумму выточек я рассчитывала вот по такой вот схеме. Вот она у нас, расчет талиевых выточек. Плохо видно, что ты будешь делать. Как-то надо вот ловить этот контракт. Вот этот вот. Вот так. Расчет талиевых выточек. Сумма всех выточек ширина сетки минус талия у талии отнять прибавочку. Получилось 17. Раствор боковой выточки. Это общую сумму выточек мы обычно делим на 2. Получается 8,5. Я округлила до 8. На переднюю выточку я взяла 8 деленное на 2,4. На заднюю выточку у меня осталось от 17 отнять 8,9 сантиметров. От 9 сантиметров я отняла 4. Это раствор передней выточки. У меня получилось 5. Задняя выточка 5 сантиметров. Разбила ее как бы на 2. 4 плюс 1. 1 сантиметр убрала от спиночки вот сюда 1 сантиметр. Вот это у нас 1 сантиметр. Почему такое деление боковой и передней выточки? Не 1 треть и 2 трети как в обычной схеме, а именно пополам. Да только лишь потому, что это корсет. И потому что мы хотим увеличить нашу грудь. Если мы хотим увеличить нашу грудь, значит выточка под грудью должна быть тоже увеличена. И поэтому я переднюю и заднюю выточку сделать постаралась одинаковыми. А когда сделала вот эти расчеты, снова их сложила, убедилась, что это 17, совпадает, контроль провела и могу работать дальше. Значит мы усиливаем в корсете переднюю выточку для того, чтобы наш корсет был более выразительным. Итак, начинаем строить. Ага. И наше время подошло к концу. Ну что делать, дорогие мои? Давайте я вам набросаю все-таки сейчас, чтобы вам было здесь видно, что у нас получилось при построении базовой конструкции. Да, и еще надо сказать, что базовая конструкция выточки я вот эти построила. Вот этот один сантиметр, здесь 4, здесь 4 и здесь 8 сантиметров. Так как у нас изделие без рукавов, я вот здесь измерила ширина сетки 55, изделие у меня без рукавов, прибавка по груди 1 сантиметр, к 50 прибавила 1, получилось 51, от 55 отняла 51, получилось 4. Поэтому в области бокового шва по 2 сантиметра я забрала влево и вправо и оформила вот таким вот образом свои боковые швы. И еще я от талии до проймы выбрала 18 сантиметров. Почему? Потому что это можно легко померить на фигурке или, если вы сомневаетесь, вот в этой величине берите 20, но здесь у меня не очень высокая девушка, потому что длина спинки всего 41. Поэтому я взяла не 20, а вот это расстояние от талии до проймы я выбрала 18. Вот здесь у меня 18 сантиметров. Вот пока и все. Такой получилась наша заготовочка для того, чтобы уже непосредственно работать на ней. То есть что я сделала? Я построила сейчас базовую конструкцию вот с такими прибавками и без рукава. Особенности построения базовой конструкции без рукава смотрите в книжке. Итак, время наше точно подошло к концу. Продолжение следует.